А теперь новости спорта. Рубрика «Лоткарина-спортивная» с Романом Завьяловым, представленной при поддержке компании «Депоз», «Лифтремонт» и «Славянской подворье-Л». Открытие спортивного ледового комплекса в Лоткарине. Многие жители города задаются вопросом, когда же начнет работать лед? Когда можно будет покататься на коньках? Отвечаем! Спортивный ледовый комплекс Лоткарина начнет свою работу 1 февраля 2015 года. Уже ведется набор в отделение фигурного катания в дюймще города Лоткарина. Расписание других секций формируется, ну а массовое катание будет проходить днем и вечером ежедневно. Новости баскетбола. Розыгрыш Кубка Московской области. 17 января в рамках розыгрыша Кубка Московской области по баскетболу Лоткаринский клуб «Кристал» проводил ответный матч на выезде против команды «Митлерзевс» Жуковский. С самого начала игры «Кристаловцам» удалось навязать сопернику свою игру и повести со счетом 13-0. К большому перерыву счет был уже 46-23 в пользу Лоткарина. Уверенно доведя встречу до логического завершения, лоткаринцы победили со счетом 86-73 и вышли в 1-4 розыгрыша Кубка, где сыграют с командой «Надежда» из Павловского посада. Первая игра пройдет 23 февраля в гостях, а ответный матч состоится в СК «Кристал» 9 марта. Приглашаем болельщиков! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В результате упорной борьбы третье место заняла школа номер 5. Вторыми стали юмиши из гимназии номер 7, а победили футболисты из гимназии номер 4, выиграв в финальном матче со счетом 6-3. Самбо и акробатика – единое целое. С января 2015 года в спортивном клубе «Самбист» открылось новое отделение – акробатика. Старшим тренером отделения стал квалифицированный специалист, профессиональный акробат, артист цирка, скрипченко Андрей. Спортсмены-самбисты проходят акробатическую подготовку под руководством профессионала. Ведется набор на групповые и индивидуальные занятия по акробатике, жонглированию, эквилибристике, а также прыжкам на батуте. Группа формируется на базе ДК «Центр молодежи», а также в колледже «Моктэп» у «Звезды». Занятия развивают гибкость, координацию движений ушат владеть своим телом. В новом 2015 году в нашем клубе «СК «Самбист» открылось новое отделение – отделение акробатики. Старшим тренером которого стал скрипченко Андрей Валерьевич. Замечательный специалист, профессиональный акробат, артист цирка. На данный момент он занимается акробатической подготовкой спортсменов-самбистов. Также ведется набор в группы для занятий акробатикой, эквилибром и прыжками на батуте. Занятия, возможно, групповые, возможно, индивидуальные с тренером. Занятия акробатикой, вообще акробатическая подготовка – это непосредственная часть основной подготовки борца-самбиста. Так как борьба саму подразумевает под собой большое количество разноплановых движений, сложно-корраниционных движений, а акробатика является сложно-корраниционным видом спорта, который воспитывает корраниционные способности, связанные с гибкостью, естественно, помогает борцам-самбистам показывать хорошие результаты на соревнованиях. А акробатикой мы занимались всегда, это входило в подготовку самбистов в нашем клубе, но сейчас под присмотром профессионала-педагога по этому виду спорта, по акробатике, естественно, ребята стали понимать намного лучше многие акробатические элементы, исполнять их также. Кроме того, обучение этим акробатическим элементам положительно отразилось на изучении новых приемов из борьбы. Когда вы начали заниматься акробатикой? Ну, это было не так давно, но по меркам в прошлом веке я начал заниматься акробатикой в 1974 году. Тогда нам только построили бассейн, я записался в прыжки в воду, мы занимались прыжками в воду, а потом через полгода налили воду все-таки в бассейн. Во время того, как вода еще не прибыла в бассейн, мы прыгали на батуте. Нас обкручивал тренер и на акробатической дорожке, после чего я влюбился в акробатику, в прыжки на батуте. Со временем я получил разряд в том же 1974 году, мне было довольно-таки уже много лет, 11. После чего я поступил в цирковое училище, через 8 лет благополучно его закончил, в 1982 году, и стал работать в цирке. Любовь к акробатике я не утратил и до сегодняшнего дня. Передаю ее потихоньку детям, стараюсь, чтобы акробатика была и в повседневной жизни у человека присутствовала. Во-первых, это координация движений, гибкость, ловкость, увертливость. Я считаю, что самбо без акробатики, оно как бы, это единое. Батут дает возможность в полете прочувствовать какие-то акробатические упражнения, которые он не может сделать на земле. Жонглирование открывает нам взгляд на мир с точки зрения искусства, как такового. Так как обучение идет непосредственно мечами, булавами и кольцами, то повседневное применение на уроках жонглирования я пользуюсь непосредственно только этими предметами. А когда уже более какие-то конкретные навыки будут, то человек будет уметь жонглировать просто всем, что попадет ему под руки. 10 минут прыжков на батуте заменяют час бега по лесу. Особенно этот вид спорта полезен тем, что задействованы группы мышц, не задействованные в обычной жизни. Прыгайте на батуте, это приятно и полезно. Уважаемые латкаринцы, приглашаю вас в СК «Самбист» заниматься самбо, акробатикой, жонглированием и прыжками на батуте. Выражаем благодарность за помощь в съемках рубрики «Латкарина спортивная», компания «Мдепоз», «Лифтремонт» и «Славянское подворье-Л». Роман Завьялов, Александр Тестов, Алексей Устинов. Телеканал «Латкарин». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова